На последнем заседании правительства Кабинет министров рассмотрел изменения в законопроект о бюджете Ульяновской области. В связи с дополнительными поступлениями налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощью из федерального центра, областная казна пополнилась на 881 миллионов рублей. Общий объем доходов составил 51 миллиард рублей. Расходы увеличиваются на эту же сумму, составят 50,8 миллиарда рублей. Но вот в этих 881,4 миллиона наибольшая часть это федеральные средства, это 588,9 миллиона. При этом большая часть, это 376,2 миллиона, предусмотрена на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трех лет. Кроме создания дополнительных ясельных групп, часть средств, которые ведомству удалось сэкономить, будут перераспределены между детскими садами и школами муниципалитетов. Первые торги состоялись по ремонтным работам, по результатам которых сложилась серьезная экономия в объеме 13 миллионов рублей. Эта сумма будет перераспределена на ряд муниципалитетов для ремонтных работ. 180 миллионов рублей пойдут на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Основные средства, которые на сегодняшний день удалось привлечь из федерального бюджета и регионального бюджета, из других источников, направляются в первую очередь на выплату заработной платы в соответствии с повышением минимального размера оплаты труда. В результате перераспределения денежных средств финансирование программы развития транспортной системы удалось увеличить на 265 миллионов рублей. Запланировано выполнить 32 объекта. В настоящее время уже ведутся работы по улицам Рябикова, Промышленная, Врача Михайлова, Демитровгазское шоссе. То есть к дорожно-строительному сезону подрядные организации уже приступили. Дополнительно увеличивается финансирование на строительство велосипедных дорожек и велопарковок в районных центрах. Еще 142 миллиона рублей пойдут на выплату ежемесячных пособий на первого ребенка. Адресная социальная выплата действует с 1 января этого года. Пособию могут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин